Итак, я не являюсь специалистом в международных отношениях или в вопросах политологии или глобальной безопасности, но моя научная работа связана определенным образом с медиа, и я вам расскажу сегодня о нашей научной группе, научной лаборатории, которая занимается изучением человеческой коммуникации, которая является мультимодальной коммуникацией, на основе корпусов, которые состоят из видеозаписей, в основном это медиапрограммы. И медиа, как все мы знаем, играет не последнюю роль в этом мире и может даже влиять на глобальную безопасность, поэтому я надеюсь, что мой доклад покажется вам полезным и релевантным. Итак, человеческая коммуникация – это коммуникация не только через вербальные каналы, она в основном мультимодальная. Мультимодальная – это означает, что визуальный ряд и звуковой ряд также для нас очень важны. И наша лаборатория называется «Маленькая красная курочка», и на слайде вы видите работу, которая описывает наш подход. Она на английском языке называется «Infrastructure for Data-Driven Multimodal Communication Research». Она вышла в 2018 году. Вы также видите, как выглядит первая страница нашего веб-сайта. И, собственно говоря, все, что я буду сегодня рассказывать, и даже больше, это доступно на нашем веб-сайте. Как изучать мультимодальную коммуникацию? Можно изучать ее на основе так называемого ручного анализа, можно изучать ее на уровне полуавтоматического анализа, можно изучать ее на уровне автоматического анализа. Но для того, чтобы изучать человеческую мультимодальную коммуникацию, нужны мультимодальные корпуса, то есть базы данных. И мы, по крайней мере, лингвисты знают, что существует большое количество текстовых корпусов в этом мире на многих языках. И если брать английский, например, British National Corpus, для русского у нас есть Russian National Corpus. И также были предприняты попытки сделать мультимодальные небольшие корпуса. Например, в русском национальном корпусе есть подкорпус мультимодальный, состоящий из фильмов. Но вопрос, собственно говоря, проблемы заключается в том, что нам бы хотелось как лингвистам анализировать язык, который более живой. Мы его называем «ecologically valid», то есть такая живая коммуникация, более достоверный современный или менее современный материал. По крайней мере, если это визуальный ряд, то это не что-то постановочное, как в фильмах, например, где актеры играют, а такая более живая коммуникация. И мы пришли к выводу, что проще всего и дешевле всего такие мультимодальные корпуса составить из записей медиапрограмм. Какова философия нашего подхода к изучению мультимодальной коммуникации? Но самое главное, наверное, что я скажу, это то, что мы привлекаем исследователей из разных дисциплинарных областей. Потому что мультимодальная коммуникация, человеческая коммуникация, это очень-очень сложный объект для изучения. И этот объект, собственно говоря, изучается разными дисциплинами, только с разных углов, с разных дисциплинарных направлений. И чтобы иметь возможность изучать мультимодальную коммуникацию, нужно, чтобы специалисты из разных дисциплин объединяли свои усилия. Таким образом, не только мы можем ответить на большое количество научных вопросов, которые встают перед нами, но также сделать этот процесс более быстрым. Что касается красной курочки, это не только базы данных, это, прежде всего, как я сказала, научная лаборатория. То есть мы не сервис, мы не предоставляем возможность пользоваться нашими базами данных. Мы являемся консорциумом, международным консорциумом исследователей. Эти исследователи находятся в разных странах, в разных научных лабораториях. И условием присоединения к нашей лаборатории, собственно говоря, является желание изучать мультимодальную коммуникацию и желание что-то привнести. В обмен мы предлагаем возможность пользоваться нашими научными достижениями и нашими теми инструментами, теми методами, которые мы разрабатываем, а также нашими базами данных, которые уже существуют. На данный момент наши данные очень разнообразны. То есть это могут быть и какие-то записи радио, и просто какие-то лабораторные записи разных абсолютно видов. И слайды, например, из области истории искусств или что-то релевантное для археологии. Но все-таки основной цифровой коллекцией нашей является 420 тысяч телевизионных новостных программ. Также на базе нашей лаборатории уже 5 лет подряд существует летняя школа. Мы сотрудничаем с Google, и у нас в этом году было 20 студентов, разрабатывающих различные компьютерные инструменты, которые мы потом можем использовать для изучения мультимодальной коммуникации. Это вот так вот выглядит наше содружество, наше сообщество, наша лаборатория. Здесь вы видите фотографию, это Мак Чуэна и Франсис Стин. Это вторая фотография, это наши директора нашей лаборатории. Внизу слайда вы видите адрес, по которому каждый желающий может зайти на наш сайт, который достаточно большой, и посмотреть, что мы делаем, и какие направления, какие подходы, какие методы, какие инструменты мы разрабатываем. Когда я говорю «мы», собственно говоря, это люди, прежде всего, вышедшие из лингвистики или из communication studies, изучения коммуникации. И люди, которые занимаются разработкой компьютерных инструментов, то есть мы говорим «компьютерная наука». Как я уже сказала, в самом начале можно, конечно, изучать мультимодальную коммуникацию, идя от так называемого ручного анализа, который существует в лингвистике, и потом проецировать этот подход на изучение жестов и других компонентов, жестов, просодий и так далее, других компонентов невербальных каналов. И лингвистический анализ, ручной анализ никто не отменял и никогда никто не отменит, в том смысле, что хотя он и достаточно медленный, и есть определенные проблемы с изучением, с приложением лингвистического анализа для более систематического подхода, но этот анализ, он может быть достаточно детальным и достаточно точным, что очень хорошо. Но вот как быть, например, с жестами? Я вам хотела показать клипы, к сожалению, не смогу, поскольку на данный момент то, что вы видите, это PDF-документ. Я просто скажу, что те клипы, которые я хотела показать, они как раз демонстрируют необходимость учета жестов, например, как элемента визуального ряда, для понимания значения того, что говорится, то есть для понимания вербальной информации. Вот, например, на этом слайде выступающий говорит про Хиллари Клинтон, он говорит Clinton Illness, и он делает вот так вот, да, то есть он показывает, что как бы в кавычках спичмакс. Если вы этого не видите, вы никогда не поймете, что он говорит это иронично, да, не имеет в виду то, что он говорит с помощью слова. Когда мы изучаем мультимодальную коммуникацию вот с помощью такого ручного анализа, мы можем использовать программное обеспечение Software, которое называется ELAN. ELAN – это такая программа, которая позволяет аннотировать визуальный ряд, жесты, например, или другие какие-то компоненты, и одновременно речевой ряд, и просодию. Но в чем достоинство этого программного обеспечения? Высокая точность. То есть можно аннотировать с очень-очень высокой степенью точности до 100 кадров в секунду. Но этот процесс очень-очень трудоемкий и очень-очень долгий. Я могу сказать, что мои коллеги из Института лингвистики в Академии наук используют это программное обеспечение. Я точно знаю, что где-то за два года они сумели таким очень точным образом аннотировать примерно от двух с половиной до четырех часов. Это, конечно, большое достижение, но это на самом деле очень-очень долго. Что мы предлагаем? Что мы делаем? У нас есть люди, которые занимаются таким аннотированием, потому что если ваш научный вопрос, например, предполагает высокую точность аннотирования, то тогда, конечно, без ELAN никак. Но если ваш научный вопрос не предполагает такой точности, как 100 кадров в секунду, то тогда можно обратиться за помощью к достижениям корпусной лингвистики, что мы, собственно говоря, и сделали. И во многом наш подход, он базировался на уже достаточно известных фактах, достаточно известных достижениях, опять же, которые применялись при создании и анализе текстовых корпусов, национальных корпусов, таких как Британский национальный корпус, например. Что, в чем состояло, собственно говоря, наше достижение? В том, что вот мы создали этот корпус, и корпус, описание которого вы видите на экране, он находится в архиве библиотеки Лос-Анджелеса, он называется New Escape. Те записи, которые в хронологическом смысле были первыми, которые там есть, это записи 1973 года, и они начали оцифровываться не так, собственно говоря, давно, где-то в 2005 году. Но также там есть записи современные, которые идут в цифровом формате, и, как я уже сказала, очень-очень много языков представлено среди них, и голландский, и бразильский, и польский, и немецкий, и итальянский, и арабский, и мандарин, и русский, и так далее, там подобные, французский. И, конечно, английский. Самый большой корпус у нас – это английский корпус. Из 150 шоу, которые записываются в день, 120 из них на английском языке. Каким образом мы создаем наш мультимодальный корпус? Мы рассчитываем на то, что в программах будут цифровые субтитры, мы трансформируем цифровые субтитры в транскрипты, и потом с помощью различных программ делаем то, что называется false alignment. То есть мы делаем корреляцию между тем, что вы видите на экране, моментом видеозаписи, и тем текстом, который ему соответствует. И затем мы работаем над аннотированием этих корпусов. Опять же, аннотация зависит от поставленного научного вопроса. Чем больше материала аннотировано, тем больше шансов на то, что мы можем потом применить machine learning, машинный обработка, который позволит потом делать какой-то автоматический анализ данных, на данный момент то, что аннотировано на базовом уровне, это 3 миллиарда слов. Немного статистики. Вот вы видите статистику, я только обращу внимание, что в целом слов в мета-дейта-файлах у нас практически 4,5 миллиарда. Edge – это наша поисковая система. Это то, что вы видите, если вы заходите и пытаетесь сделать поиск в нашей базе данных. Вот я вбила слово Brexit, потому что для меня это очень актуально на данный момент. И вот что я получила. То, что вы видите, это контексты, в которых включается слово Brexit. И я нажала на один из вот этих квадратиков с видеозаписью, которую вы видите слева. И этот момент, момент видеофайля, который соответствует тому тексту, который выбран поисковой системой, он проигрывается. И я могла видеть, что когда ведущий произносит слово Brexit, они поворачиваются друг к другу и многозначительно друг на друга смотрят, как бы обмениваются взглядами. То есть, опять же, это добавляет к нашему пониманию, добавляет что-то к нашему пониманию того, что они имеют в виду под Brexit или как они интерпретируют Brexit. В этой системе есть большое количество разных инструментов или большое количество разной информации. Так, например, вы можете, нажав на слово «текст», увидеть транскрипты полностью. Можно на видео и увидеть только видео. Можно нажать на «монтаж» и увидеть все имиджи, которые есть в данном кусочке. Можно посмотреть метадата. Можно сделать «perment link». То есть, если вы хотите, чтобы тот поиск, который вы делали, или тот анализ, то анализ, который вы делали в системе, был запомнен, вы вспоминаете его с помощью «perment link». У нас также есть еще одна поисковая система, называется «H2». И отличие ее от первой в том, что она более продвинутая, и базы данных внутри, а не базы данных действующих научных проектов. Как я уже сказала, мы сотрудничаем с большим количеством ученых в разных странах, и они загружают свои базы данных к нам. И там потом можно сделать, например, поиск, связанный с каким-то определенным жестом, который сопутствует определенным лексическим единицам, или с токсическим единицам на определенном языке. Чтобы немного проиллюстрировать подход, я взяла пример из моего собственного проекта. И, как вы видите, это Роман Бабаян. Мне он очень нравится. Он ведущий программы «Право голоса». У него потрясающие совершенно жесты и мимика. Уже теперь, да? Ну, это записи 2016 года. Собственно говоря, я к нему обратилась, потому что я занимаюсь... Один из моих проектов — это изучение мультимодальной метафоры. И достаточно большое количество времени считалось учеными, психологами прежде всего, что когда мы говорим о жестах или о вербальном ряде, то вербальный ряд отвечает за смысл, то есть слова отвечают за смысл, а жесты отвечают за эмоциональную или оценочную нагрузку. Так вот, более современные исследования показывают, что это не совсем так, и что жесты и невербальные каналы коммуникации могут также отвечать за смысл, за компоненты смысла. И я, собственно говоря, концентрировалась на метафоре. И мне было интересно, добавляет ли что-то жесты к конструированию метафоры или отвечают ли они, может быть, даже за создание метафоры как таковой. И вот в одной из программ, программа была посвящена, называлась «К чему приводит Майдан». И в рамках этой программы Роман Бабаян много говорил об украинском народе. И, собственно говоря, одна из тем там была, что, в общем-то, украинский народ, он братский народ России и так далее. То есть был такой момент, что он свой, да, украинский народ – это свой, как бы, народ. И на данном, на данной имидже вы видите, что он произносит слово «народ», и он делает вот такой жест, да, то есть кулаки к груди. Этот жест достаточно изучен, и обычно он отвечает за «self», да, за «свой». И люди часто делают этот жест, когда они говорят «я» или «себя» или «свой» или «себе» какие-то вот такие слова. В данный момент, в данном случае он произносит слово «народ» и вот делает этот жест, из чего я сделала вывод, что можно рассматривать данный момент как мультимодальную метафору, такую настоящую мультимодальную метафору, где часть значения вербальным образом привносится, а часть значения привносится с помощью жеста. Но, опять же, как любой исследователь, наверное, я сразу начала сомневаться, да, а так ли это, а не только, а может быть, это только единственный такой случай, а может быть, это только часть так называемого мультимодального портрета именно Романа Бабаяна, а делают ли так другие люди. И чтобы ответить на все эти вопросы, мне нужно было сделать какой-то анализ базы данных, да, более большого корпуса. И в этом мне помогла программа, которая называется CQP Web, да, которая была разработана в нашей лаборатории. Вот здесь я на слайд поставила фотографию. Это наши представители нашей красной курочки на конференции по когнитивной лингвистике в этом, в августе в Японии. И вот этот молодой человек, симпатичный на фотографии, не тот, который в шляпе, а тот, который другой. Это как раз есть Питчер Урих, который и занимался адаптированием программы CQP Web к нашим потребностям, к потребностям нашей красной курочки. Что я сделала? Я в поисковую систему ввела слово «народ», да, с «остерик», что позволяет мне увидеть сразу, как разные контексты с этим словом в разных падежах и разных видах. Конечно, можно делать запросы и гораздо более сложные. То есть это самый элементарный такой запрос. И вот что я вижу. Я вижу конкорданс. И после этого я хочу делать вот такое полуавтоматическое аннотирование. И в этом мне помогает программа под названием Rapid Annotator. Другими словами, быстрое аннотирование. Это инструмент, компьютерный инструмент, который был разработан в нашей лаборатории, который позволяет нам делать аннотацию в сотни раз быстрее, чем это делает ИЛАН. Я могу создать, если я захожу в это пространство, я могу создать любой эксперимент, который мне нужен. Значит, вот таким образом выглядит аннотирование. Мы видим видео, мы видим контекст, и мы можем отвечать на вопросы, заданные экспериментом, буквально одним нажатием клавиши. Ну, это, собственно говоря, и практически все. Что дальше? Дальше мы работаем над созданием других компьютерных инструментов, подходов и методов, которые необходимы для решения задач, связанных с анализом мультимодальным. Прямо вот два слова скажу. Буквально в следующую среду мы открываем международный мультимодальный, центр международной по мультимодальной коммуникации, на базе Оксфордского университета, который я буду возглавлять вместе со Скоттом Хейлом, моим коллегой из интернет-института. Мы будем заниматься исследованиями, и также будем заниматься тренингом и обменом знаниями. Этот центр открыт при поддержке моего департамента под названием Оксфорд School of Global and Area Studies, также Интернет Институт, и также Сент-Энтониес Колледж. И, опять же, нашей основной философией является сотрудничество, сотрудничество, еще раз сотрудничество, и мы очень надеемся, что наши российские коллеги тоже к нам присоединятся в какой-то момент и тоже будут вместе с нами работать над анализом мультимодальной коммуникации. Спасибо. Я думаю, что два вопроса у нас есть каждому докладчику. У нас есть время для этого. Пожалуйста, есть ли вопросы? Ну вот у меня, естественно, возникающий самый первый вопрос. А каковы могут быть практические результаты вот этих ваших исследований, в том числе для, так сказать, вопросов исследований выступлений политиков, выступлений ведущих в медиа и так далее? Каковы отдаленные практические результаты? Ну, вы знаете, практических результатов, наверное, может быть множество, да, но, наверное, самый глобальный результат, это мы все в какой-то степени хотим анализировать мидию, если мы говорим с коммуникативной точки зрения, а не с лингвистической, на предмет того, чтобы мидия оставалась объективной, да, и чтобы мидия была так же подотчетна людям, как и, наверное, власть в целом, да, то есть, может быть, вот с этих позиций в том числе. Спасибо. Я, пожалуй, воспользуюсь правом здесь сидящего. Я вас видела, и тогда, тогда я уже... У меня просто вот какой вопрос. Вы знаете, на самом деле, вот вы говорили о жестах, но в разных культурных, разных культурно-ментальных концептах жесты имеют совершенно разное значение. То, что в одном, да, в одном культурном, лингвистическом, даже культурно-лингвистическом будет являться чем-то страшным и ужасным, в другой культуре будет прекрасным являться. И поэтому вот на самом деле, насколько универсальна в данной ситуации вот та система, которая предлагается, потому что вы сказали и об использовании ее для восточных языков, арабский. Мне вот арабский, как слышится, как арабисту, так сразу кажется, что он везде. Поправьте мне, если не так. И вообще, как этот вопрос решается именно с точки зрения анализа? И есть ли какие-то подходы, может быть, какие-то анализы, какой-то был предпринят в связи с этим? Конечно, да. Вы абсолютно правы, что жестовый язык, он тоже как бы в какой-то степени универсальный, но в большой степени национально-специфичный, культурно-специфичный. Кроме того, существует очень подробная категоризация, классификация внутри жестового как таковых. Они не обязательно, они могут быть и то, что называется иконические, которые, спонтанные жесты, другими словами. Есть жесты, которые что-то означают, например, язык глухих и так далее, и тому подобное. Существует большое количество разных категоризаций. Эта проблема хорошо разработана в психологии, где-то в психолингвистике. И, как я уже говорила, наша лаборатория привлекает специалистов из разных дисциплин, и мы как бы обменяемся знаниями и используем достижения научные друг друга. Да, и я в своей работе тоже опираюсь на определенную категоризацию. Спасибо. Спасибо большое. Я, поскольку вот влезла вместо вас, уж извините, дадим коллеги прошу прощения. Спасибо за выступление, очень интересно. Я действительно вот тоже хотел спросить про универсальность, так как вот мы недавно наблюдали речи Грета Тунберг, то есть, как бы, которая была полна мимикой, жестами и так далее. На самом деле речь как бы была очень, ну, как высказался Трамп, очень милая девушка и очень хорошие вещи говорит. И, то есть, насколько вот можно было бы универсально применять вашу технологию в таких случаях, когда речь и мимика не совсем совпадают с тем, о чем ведется речь. Ну, конечно. Да, то, что я вам сейчас показала, это, собственно говоря, инструменты, да, которыми мы пользуемся при подходе, именно инструменты, иметь в виду, что междисциплинарный подход, плюс инструмент, который позволяет аннотировать не только вербальную, но и невербальную информацию гораздо быстрее, да, потому что это, на самом деле, очень-очень большая проблема вот в этой области, в области исследования мультимодальной коммуникации. Но всегда мы начинаем с научного вопроса, да, и вы вот сейчас привели пример вот речи Греты, да, для того, чтобы ее исследовать, естественно, нужны специалисты, не только по жестам и именно понимающие жесты той культуры, из которой Грета происходит, да, но и, опять же, лингвисты, да, психологи, но для того, чтобы анализировать не какой-то конкретный случай, а какую-то конкретную речь, да, а для того, чтобы анализировать большие корпуса, большие базы, мультимодальные, нужны инструменты компьютерные, которые позволяют это делать на уровне полуавтоматическом и автоматическом. Хорошо, спасибо большое. Можно, конечно. Да. О, да, я не сказала. Красная курочка, на самом деле, потому что есть такая red hand tail, да, я, честно говоря, не очень знаю в русской действительности, какая сказка этому соответствует, может быть, вы мне поможете, но смысл в том, что вот мы приглашаем людей к нам, они несут нам ингредиенты, да, для выпечения, какой-то вот этой булочки или хлеба, а мы потом вместе этот хлеб печем и делимся, да, кусочками хлеба. То есть это философия нашего сотрудничества, то есть мы открыты абсолютно и готовы сотрудничать с учеными со всего мира, что мы и делаем, с успехом уже очень много лет, вот, но вы не можете просто зайти к нам, да, и воспользоваться нашим сервисом. Если вы, как ученые, что-то привносите в наш, вот, из печения нашего хлеба и пирога, то мы с удовольствием поделимся этим хлебом. Спасибо. 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 Спасибо.